Первичная профсоюзная организация Общества Роснефт Сахалинморнефтегаз, руководитель которой с недавних пор Сергей Николаевич Гусев, призвала людей выйти на митинг в поддержку Сахалинской механизированной колонны номер 68. Людей собирали на площадке около районного дворца культуры. В Ахе мероприятие проходило одновременно с митингом на площади Победы в Южно-Сахалинске, который согласовали мехколонне. Ахинцам предлагалось поддержать петицию, дополненную пунктами касающихся нефтегазодобытчиков Северного Сахалина. А именно, гарантии работникам Роснефт Сахалинморнефтегаза в случае массового сокращения. Прекращение действий, направленных на ликвидацию Сахалинской механизированной колонны номер 68. Погашение задолженности перед мехколонной и выплата заработной платы сотрудникам. Возобновление авиарейсов АХА-Хабаровск-АХА. Расселение из аварийного жилья, строительство жилья в Ахе. Прекращение действий, направленных на массовое сокращение рабочих в Ахинском районе. Выражение недоверия губернатору и правительству Сахалинской области. На протяжении последних пяти лет в Сахалинскую область приезжают далекие от региона люди, которые в итоге становятся губернаторами. В 2015 году Олег Кожемяка, который пробыл здесь три года, запустив многобиллиардные убыточные проекты, переехал в Приморский край. По его согласованию Сахалинская область потеряла 50 миллиардов рублей, отданных Корпорацию развития Дальнего Востока. И было пересмотрено соглашение о разделе продукции, в результате которого регион решился большей части нефтегазовых доходов. В 2018 году область возглавил Валерий Лемаренко из Росатома. Человек далекий от государственного управления. Прожектор перевесший в регион десятки некомпетентных людей, которые заняли ключевые посты в правительстве Сахалинской области. И на фоне катастрофического снижения доходов регионального бюджета, не собираются сокращать свои зарплаты. Сейчас у нас очень такой момент получается, что у нас работы почти нету, Роснефть закрывается, цены повышаются. А для того, чтобы наши депутаты правительства знали, как это тяжело жить на маленькую 15-20 тысяч плюс 30% за ЖКХ. Необходимо, чтобы у всех у них была зарплата. 15 тысяч плюс профессиональные отбавки. Тогда депутатам будут лезть не все, кто подряд, а кто болеет за наш Сахалин. На митинге присутствовало порядка 50 человек, но стоит отметить, что участников митинга было около 20. Остальные присутствующие – это полиция, представители мэрии и средств массовой информации. Плакаты люди в руках не держали, они стояли в снегу. Вопреки обыкновению, резолюция митинга не была зачитана на мероприятии и люди за нее не голосовали. После завершения митинга желающие подписали петицию с изложением требований.